и это у нас ребят медаль мы вроде думали что такое я вот здесь немножко потер и видно вензеля царей александра николая это медаль за крымскую ребята за крымскую правда уж было сточено давным-давно ну а сейчас давайте о находке рассказать есть о чем итак ребята у нас вот этот чувак же не он просто-напросто на хлебник ребят начинал серега шурфить у него не особо тут находок была до царская монета а уже не пришел начал вот здесь вот и у него ребят смотрите тогда вторая медаль ешь твоя налево вторая находка и 2 медаль что да нам она уже как бы это его фартовость нам уже надоело здесь силуэт какая-то голова вроде лысая повернута направо а здесь что-то непонятное ребята ну непонятно вообще но по окружности имеется надпись а что дальше не знай вот как 2 да он вот и его он там 2 да ребят сейчас я скажу тебе опять подкинуть дону тут видно сразу это смотри какая огромная эта маленькая в одном месте что и были да ладно информацию постараюсь вам прикрепить если что найду а сейчас давайте к нашей находке что же мы откопали на этот раз а находка достаточно интересная нечастая в нашей местности медаль в память 50-летие восхождение императора франции иосифа первого 1848 1916 год на австро-венгерский престол медаль была учреждена 18 августа 1898 года в память 50-летие правления императора австро-венгрия франции иосифа первого данный тип медали награждались военные лица австро-венгерской империи состоявшие на действительной военной службе или увольную в отставку при учета стажа на государственной службе менее 50 лет существовали версии наград для гражданских чиновников в аналогичный бронзовом дизайне но с лентой двухцветного красно-белого оформления для военных цвет ленты был полностью красным а также медали в золотом исполнении за службу более 50 лет кроме этого предположительно существовали медали для вдов солдат и офицеров красная лента с черной белой каймой описание награды аверс погрудное изображение императора австро-венгрии франции иосифа первого годы правления 1848 1916 в воинском обличии стригалями надпись на окружности на латыни переводится на русский франц иосиф первый божьей милостью император австрии король богемии а также апостольский король венгрии на ревельсы по центру надпись прямоугольники на латыни сигнум мемориал русский перевод сигнал памяти в обрамлении венка состоящего из венков дуба и лавра цена на медали в память 50-летию восхождения императора франции 181 1848 1916 год на австро-венгерский престол в бронзе на ленте предназначены для военных лиц на антикварном рынке в россии колеблется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от комплектации и естественно состояние предмета мне стало любопытно тот факт что совсем две разные медали были подняты с одного шурфа и напрашивается вопрос медаль за крымскую и медаль австро-венгерскую в одной яме откуда как они могли тут оказаться и напрашивается еще один вопрос неужели тот кто здесь раньше жил был трофейщиком или дезертиром австро-венгерской армии а что вы думаете по этому случаю пишите в комментарии будет любопытно узнать ваше мнение надеюсь вам была интересная информация а сейчас возвращаемся на шурф приятного просмотра класс пока крупная желтая а не белая ладно идем ребят медальку немножко потер здесь написано мемориал но буквы все английские вот такой слой и знаете пока я ее тер 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 серега накопал вот такую монету полкопейки 1925 год сохранчик ну я хочу сказать отменный не затерта не ударена зеленых окислов нет ровная я думаю прям даже классная монетка своих денег она стоит точно ладно вот так вот шурф зачетный и так ребята у женьки из этого угла выкатился вот такой крупный кругляшок и это у нас ребята пятак 1869 год ветер жуткий сильный так что не обессудьте я не покоритель ветров но это пятак шестьдесят девятый год затертый но все же крупная медь итак ребят решил по верхам пробежаться но с аськой по верхам здесь ходить делать нечего тяжело чего-то будет выцепить но ванкаешь ребят выцепил это у нас пять копеек сороковой год вот такая монетка нормально нормально сам главный здесь вот окна здесь даже пытались шурфить но что-то не дошли до нее такой пятачок зачетно и так ребят только что поднял вот такую вот не знаю что это но смотрите окислы на ней домовые значит дом здесь был и верховая монета верховая смотрите какая чистая какая чистая шикарная монета я еще не видел сорок шестого года такого сохрана вообще смотри огонь да супер супер да ладно все погнали ребята у нас войны не было ну вот смотрите чё я откопал ах блин это чё я чуть не понял снаряд что ли ах блин был бы там монеты а чё снаряды ребята резьба была накручивалась что ли охренеть вот эта вещица пацаны сейчас охренеют гильзочку я нашел я им говорю что я гильзочку нашел сейчас я вам покажу гильза так гильза 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 сейчас секунду ребят вот гильзу нашел и она интересно то что написано 762 по моему да и написано буква г английская 17 вот это место интересно вот этот именно небольшой пятачок ладно сейчас наверно пацанов сюда притащу идем дальше для меня такая находка была загадкой так как я впервые такое нахожу возможно вы знаете что это а если нет то я вам поясню что и откопал на этот раз на первый взгляд я думал что нашел снаряд но я засомневался когда на нижней части обнаружил резьбу придя домой стал долго разбираться и искать информацию в интернете долго коротко я ее все же нашел моему удивлению это оказался обычный шприц масленка который входил шоферский инструмент автомобиля газ а а образца 1932 года простонародье полуторка шприц масленка используется для смазки узлов и агрегатов нашими отцами и дедами вот вам и снаряд ну а мы продолжаем искать интересные находки и так ребят если вы не видите но на дворе у нас совсем совсем темно там у нас находится лагерь серёга к сожалению выдохся рустик тоже и вы знаете у меня выпало серебро и не просто серебро а серебро царское видно орел номинал и год к сожалению не знаю но это точно царское серебро сейчас почищу и посмотрю что это на самом деле если что интересно вам обязательно покажу класс серебро 1 зачет лайк 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 давайте дальше до кингулька устал ну что ребят пришли мы на фундамент который ранее разрабатывался и горьком который здесь поднимал монетки вот и мы сюда пришли и вот у меня первая находка находка хороша тем что это царь это у нас двушка 1898 год вот такая монета немножко затертая но ничего ничего жнёк по ту сторону ковыряет надеюсь нас находки порадуют на этом фунде жалко игре уехал я вам не показал что он нашел но здесь находки были у него и масоны пятачок масонский вот что-то не там еще было но у нас вот пока вот так вот не густо но и не пусто продолжаем ну что ребят продолжаем шурфить уже вот такая куча нехилая куча у меня еще одна я уже видел что это царская монета это у нас копейка царская год к сожалению не скажу в окислах и сохран тоже не скажу не знаю не знаю но это копейка царская николаевского образца как вы видите но год не видите с бортом темнота ешкин кот серёга сдался женек только остался камрад который у нас сегодня отличился на ура две медали шикардос вообще классно ему уже можно идти давно спать но у нас ребята все темнота кругом вы спите а мы копаем все дальше копаем может царище будут ребят ваниш отдыхает я пошел за аськой с серёгой и у серёга не даст соврать до сер и даже соврать при тебе блин ваншем здесь прозванил 4 болен он пищит бренчит на шурфе не очень только аську взял только здесь начал прозванивать и монета выпадает но монета смотрите какая 5 копеек тридцать седьмой год цену я уже разбегал за машину и вот вам тоже озвучиваю цену дзинь дзинь 1200 класс фундамент очень интересный тем что смотрите сопутка какая это мы предполагаем серёга выдвинул версию что от старого плуга это раз затем была вот такая вот интересная штучка это у нас серый сразу его датировал это ботала знаете да что такое ботала ну фотографиям тоже прикладываю и металл встречается достаточно хороший металл я в конце видео покажу сколько я здесь вид сколько металла здесь собрал металл тоже имеется но самое главное монет есть это уже третий пятак с этого фундамента глаз ну что ребят очередная находка но находка вот такого вот характера шмурдячного но не знаю шмурдяка нет но смотрите с обратной стороны имеется клейма я вчера говорил что серебро мне попадается вот сейчас вот видите в м и проба я надеюсь это серебро если это серебро ребят или мельхиор пишите в комментариях обязательно я буду узнать но на мельхиоре разве пробы были наконец-то сережки серёги только батарейки у меня советиков уже куча и так ребят сережа устал шурфить без находок но он уже язвит горцаше иди но без лопаты и медленно ну я иду как можно медленно где об что двадцать и и и и вот и и и Продолжение следует...